Знаешь, если бы ты просто вылизывал себя, как я тебе говорил, то тебе не пришлось бы стоять тут голым под искусственным дождиком, как дебилу. Просто говорю. Это я, с утра, полон сил и желания работать. Откуда у вас моё фото? У, уходи. Что может быть хуже разбитого сердца? Когда проснулся утром и понял, что плохо воткнул адаптер в розетку и телефон не заряжался ночью. Да уж, действительно, что может быть хуже? Коротко о котах и их совести. Ха-ха. Это он типа замаскировался на фоне ковра? Кот, тебя всё равно видно. Европеец. Я не буду загорать на солнце дольше 30 минут, мне хватит и этого. Куда спешить? Весь отпуск впереди. Русский в первый же день отпуска. Мне жопа. Ничего, сметанкой намажешься и всё пройдёт. Но это не точно. Ты рэпер и твоё прозвище это МС и то, что ты недавно поел. Погнали. Хм, получается я МС пюре с сардельками? Прикольно. Пишите своё прозвище в комменты. Хватит красть моё место. Твоя сторона слева. Видишь? Буковка L. Какая разница? Он даже не проверяет. Большая разница. Он будет зол, когда увидит это. Точно, ему это не понравится. Чем занимаются в кармане твои наушники? Не понимаю этих вечно недовольных людей, которые... Ну, Гоа, меня не слишком впечатлило. Франция грязная. В Германии нечего смотреть. Я даже, когда в другой город приезжаю, то... О, памятник! Вот это круто! А у вас что, бордюры не как у нас? Ого! Блин, на самом деле хочется побывать в таком городе, где нет долбаных ям на дороге через каждые 5 метров и нормальные тротуары везде. Ставь лайк, если согласен. Посмотри сериал. Хорошо. А ты посмотри этот сериал. Хорошо. Посмотрел сериал? Нет, а ты посмотрел? Нет. Хорошо. Хорошо. Блин, жизненно. Кошачье затмение. Когда кормишь своего внутреннего зверя. Мне кажется, если кормить кота сосисками в кармане, в один прекрасный момент он просто не сможет вылезти из кармана. Отрицание. Гнев. Торг. Депрессия. Принятие. Встаём с кровати. Не, здесь пропустили пункт. Лёша, вставай, выключи свой долбанный будильник. Прямиком из детства. Мама, можно ко мне друг зайдёт? Мы будем тихонечко сидеть. Здрасте, тётя Оля. Да, таким другом был я. Какое, на ваш взгляд, качество у вас самое лучшее? Моя жопка. Вы её видели? Давайте я вам её покажу. Мне не нужно её видеть. А вы взгляните. Гениально. Что такое экстремальный спорт? Делать домашнюю работу, пока учитель её собирает. Комментарий. Сдать тетрадь по другому предмету, сделать домашку, а потом сказать, что перепутал, и сдать тетрадь с домашкой. Учитесь. Воу, это вообще законно? Три правила клуба поедателей малины прямо с куста. Первое. Никогда не рассматривайте только что сорванную малину. Сразу ешьте её. Второе. Если что-то во рту начало шевелиться, то подкиньте ещё несколько малины, прожуйте. Третье. Если это что-то не прожевывается или сопротивляется, то лучше выплюньте и выпустите его. Четвёртое правило. Никому не рассказывать о клубе поедателей малины прямо с куста. Я ваша соседка снизу, вы меня залили. Что скажете в своё оправдание? Я водолей. Жизнь как ватрушка с творогом. Сначала ты терпишь сухое тесто, чтобы наконец-то подобраться к начинке, которую потом роняешь на пол. Эй, вы на последней парте. Расскажите все поржом. Какой прикольный у них учитель. Когда приходишь на работу после праздников и не помнишь, чем ты вообще до этого занимался. Да и вообще, когда приходишь просто на работу. Ну, каждое утро. Я, если бы был преступником. Убегая от полиции, подозреваемый остановился, чтобы погладить кошечек и был в итоге арестован. Вот, а вы берёте в полицию собак. Надо брать котиков, чтобы они отвлекали преступников. Когда достиг всего, чего хотел в жизни. И что дальше делать? Мне кажется, вселенная должна была сколлапсироваться, если собака догонит свой хвост. Вывод, это фотошоп. Очень жаль людей, у которых нет собак. Получается, вам приходится нагибаться, чтобы поднять еду, которую вы случайно уронили на пол? Нет, потому что у них есть коты. И поэтому у них вообще нет еды. Я горячий мексиканец. Выходи со мной на танец. Хе-хе-хе. Ты горячий? Значит ты... Хот-дог? А? А? Как я придумал. Извините, вы не подскажете, как дойти до такой жизни? Очень легко. Просто катитесь вот по этой наклонной. Только вверх. Предложение поработать на выходных. Я. А чё по денюжке? Окрошку надо есть с квасом. С кефиром. На минералке. А вы с чем окрошку едите? Пишите в комменты, посмотрим кого больше. Я вообще с таном ем. Алло, переводчики. Переведите мне деньги. Хе-хе-хей. Главный атрибут каждого батя. У кого есть дома такая банка с шурупами, ставьте лайк. А у кого нету, заведите и поставьте лайк. Как же плохо быть ленивым и совестливым одновременно. Ты ничего не делаешь, тебя мучает совесть, но ты всё равно ничего не делаешь. Что умели коты раньше? Что коты умеют сейчас? Я упал. А прикиньте, это реальные зарисовки. Ну, реально, коты пилили на скрипке и на гуслях, или чё это у кота слева? На электрогитару Джексон похоже. Ну, гриф тоже загнут вниз, кончик грифа. Прикольно. Когда сохраняю ВК-картинки, чувствую себя ребёнком, который идёт по улице и такой Ой, какой камушек! И в карман. Ух ты, пёрышко! Туда же. Главное, никогда не задумываться, что постоянно видишь свой нос. Блин, я теперь тоже на него смотрю. Оказывается, он всегда в поле моего зрения, просто я его не замечаю. Когда разделся в ванной, мельком увидел себя в зеркало. Похож. Блин, я до сих пор вижу свой нос. Как теперь его развидеть, а-а-а? Моя кошка всегда смотрит так, словно ты доедаешь последний кусок пиццы, не предложив ей. С моей кошкой это невозможно. С моей кошкой это невозможно. Скорее, она доест последний кусок пиццы, без зазрения совести, и меня даже не позовёт. Помню, ты хотел вызвать мерзавца на дуэль, кидаешь в него перчатку, но она не долетает и возвращается обратно к тебе, потому что мама пришила перчатки резинкой к рукавам, чтобы ты их постоянно не терял. Одно из лучших фото нынешнего столетия. Из-за сильной жиры в саване маленький львёнок не мог дойти до ближайшего водопоя, но мама львица ничем не могла ему помочь и страдала вместе с ним. Заметив их страдания, на помощь пришёл большой и добрый слон. Подхватив львёнка хоботом, он понёс его к воде. Мама львица следовала за сыном и благородным великаном, а мы всё ещё называем их дикими животными. Кто сказал, что они наши младшие братья по разуму? Это всё потому, что он будущий король. Кстати, я недавно сходил на нового Короля Льва. Кто видел, как вам фильм? Напишите в комменты. Я не буду спойлерить, но скажу, что фильм мне понравился не очень. Ну то есть технологично он сделан довольно прикольно, с вот этими всеми кинематографическими штуками. А в принципе, в целом, не произошло какого-то переосмысления Короля Льва. Ну то есть это просто такой ностальгический фильм получился. Или мультик, или фильм. Блин. Позвольте провести вас к тёмной стороне силы. Я сейчас иду на почту, потом в пенсионную, а потом в налоговую. Моё почтение, мадам. 18 лет. Слушаешь ультрамодный артхаусный жанр с остросоциальными текстами. 25 лет. Потому что есть Алёшка у тебя. Ну, типа пропеть надо было. Но я опять не умею, поэтому пропойте у себя в голове. Самая потрясающая замена лиц, которую я видел. Блин, да они и без замены лиц похожи. Когда пробуешь VR-шлем в первый раз, а твои друзья наблюдают за тобой. Это гениальный мемас. Если вы не поняли, то поставьте на паузу и присмотритесь. Очень прикольно получилось. Кот имеет 32 мускула в каждом ухе, помогающие ему игнорировать тебя. Доказать, что ты козёл? Ну, давай. Воду из унитаза пьёшь? Нет. Правильно, рога мешают. Ах. Нет. Я не пью воду из унитаза по другой причине. При чём тут вообще рога? Македонский в 25 лет покорил всю Азию. Невский в 25 лет защитил страну от шведов и стал великим князем. Я в 25 лет. Мам, тут из ЖЭКа приходили. Я сказал, что взрослых нет дома. Эй! 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 Ау! 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 Когда зарплата? Мем смешной, ситуация жизненная. Как поймать пуму или любую другую кошку? Положите коробку где-нибудь в среде их обитания. Ждите. Лежу. Лежунькою. Произвожу лежание. Словил лежацкого. Устроил лежбище. Лежанул от души. Давлю лежанку. Отвалился по лежачанскому. Упал в лежачелло. О, давайте придумаем ещё прикольных синонимов для слова полежать. Пишите в комменты свои варианты. Ты получаешь стопроцентную скидку каждый раз, когда отказываешься от ненужной покупки. Подумайте об этом. Чё, дедуля, аниме? Спасибо, но не употребляй. И ты давай завязывай. Ходишься синяя. Кофе с пенкой? Раз плюнуть. Хе-хе. 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 Когда покупал кота, мне сказали, будьте осторожны, кот оставляет зацепки. Я сказал, это хорошо, я детектив. Я вещи, о которых я потом пожалею. Ом-ном-ном-ном-ном. Если заправлять одну штанину в носок, то люди не будут ожидать от вас слишком многого. Как приготовить тесто? Первое. Для начала берём муку. Второе. А, нет, мука спит. Давайте не будем её трогать, она может укусить. Третье. Сделаем тесто в другой раз. А, там КТА-ка лежит. Йо-хо-хо. Ну что ж, друзья, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то влепите лайк со всей силы. Напишите комментик. Ну а если вы ещё не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Ах да, ну а вот к этой фотографии вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант как раз в комментарии под этим видео. Ну, будет повод написать комментарий. Ну, если вы хотели написать коммент, но не знали какой, то вот вам прекрасный повод написать комментарий. Всё-всё, спасибо вам за просмотр. Сейчас будут ваши самые лучшие комменты к предыдущему выпуску. Ну а с вами был, как всегда, Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин